Более 70 незаконных торговых точек вывезли на штрафстоянку в 2016 году. Сегодня в мэрии Якутска прошло заседание Межведомственной комиссии по обеспечению законности в предпринимательской деятельности в столице. На собрании обсудили проблемные вопросы в сфере торговли, соблюдения закона о рекламе и незаконном такси. В частности, речь шла о нестационарных торговых точках, с которыми в Якутске ведут борьбу уже не первый год. Подробности у Саргыланы Захаровой. К более жестким мерам призывают перейти мэрию столицы в борьбе с незаконными торговыми точками. В пример сердце страны, где при помощи тяжелой техники тысячи квадратных метров земли очистили от киосков и ларьков. Пример Собянин показал, как активно и быстро бороться и очищать пешеходные зоны, зоны отдыха от этих несанкционированных. Но время уговоров и время предупреждения уже прошло. Одна из непобедимых торговых точек находится на улице 50 лет Советской Армии. Он очень крупногабаритный объект. Его нужно уже конкретно принимать решение, уже распиливать, по частям его возить. Вот такова. Если вы будете его распиливать, давайте принимайте решение о сусе незаконного. Вывести сооружение на так называемую штрафстоянку не позволяют габариты. Здание слишком большое. Но, как говорят в административной комиссии, это не давало права владельцу продолжать заниматься предпринимательской деятельностью. На нашу просьбу показать документы, подтверждающие законность нахождения здесь магазина, продавец лишь пожал плечами. Созвонился с владельцем, который пообещал подъехать и предоставить соответствующие бумаги. Но его мы так и не увидели. Однако на защиту торговой точки встал, осторожил района. Сколько лет тут стоять, никогда никаких не было. Наоборот, они вот себе тут вот камеры, вот все как-то лучше, лучше наоборот у них становится. Вы же довольны тем, что здесь магазин стоит? Ну, конечно. А что, а нам тогда куда придется ездить-то? Но, к сожалению, несмотря на хорошие отзывы клиентов, факт остается фактом. Более того, на заседании подчеркнули, что дополнительные проблемы возникают из-за незаконного подключения магазина к электросети. Мы прямо ходили, видели, где эти сопли висят, откуда они подцепляются. А они как работали, так работают. Вот меня всегда такой вопрос интересует. Вот если легальный бизнес, не дай бог, просрочит авансовый платеж стопроцентный на следующий месяц, его приходят в течение недели, отрубают. Здесь у нас работает нестационарная торговая сеть без проблем. И таких примеров немало. По городу то и дело перемещаются небольшие ларьки, за которыми скрываются десятки тысяч украденных киловатт энергии и еще больше неуплаченных налогов. Но с другой стороны, среди населения не пользуются популярностью. И некоторые готовы закрывать глаза даже на то, что отсутствие документов – это первый признак отсутствия гарантии качества продукции.